А побежденный Джефф Хорн назвал Тима Цзю легендой австралийского бокса. Но в последние пару лет в элиту австралийского бокса вихрем ворвался Тим Цзю. Поначалу казалось, что это не более чем неплохой по австралийским меркам проект, готовый выезжать на имени прославленного отца. Но по мере продвижения уроженца Сиднее в рейтингах все больше скептиков вынуждены были стыдливо опускать глаза. В минувшем году Тим провел 4 боя, оставив неудел как матерых волков, так и самых перспективных боксеров Австралии. Все чаще звучали мнения, что Цзю младший скоро станет самым крутым боксером зеленого континента. Но с этим явно не хотел мириться Джефф Хорн, который удерживал свою популярность с 2017 года, за счет уже упомянутой скандальной победы на Кпатьяе. Ни поражение в одну калитку от Теренца Круфорда, ни отвратительное выступление в двухматчевой дуэли с Майклом Зерафой не сбили спесь с Хорна. Шершин по-прежнему выезжал на истории с Пакменом и называл себя лучшим на родине. Наконец промоутеры заинтересовались этой историей и сумели организовать встречу Цзю младшего и Хорна, которая и должна была определить лидера австралийского бокса. Поединок получался многострадальным еще за долго до даты его проведения. Дата боя постоянно сдвигалась из-за пандемии коронавируса. Казалось, что его не дождаться никогда. Но Хорна и Цзю очень хотели этой встречи. Джефф получал шанс доказать, что он еще не сбитый летчик, а Тим имел возможность записать себе в актив не только победу над бывшим чемпионом мира, но и продемонстрировать, что он не просто парень с известной фамилией, а действительно боксер высокого уровня. То, что случилось в бою, вы прекрасно видели, а если нет, то имели возможность проследить в нашей онлайн-трансляции. Тим Цзю не то что преподал Хорну урок, а провел мастер-класс. Невзирая на всю грязь от шершня, россиянин из Сиднея прошивал оборонительные редуты соперника и деклассировал его, заставив капитулировать после восьмого раунда. Этот успех стал для Цзю настоящим прорывом. Об этом сказал и триумфатор, и проигравший. Я, Тим, а не сын. Мое уважение Хорну. Он многого достиг. Именно он дал Австралии такую платформу. Для меня большая честь стать частью турнира на таком стадионе. Хорн, сложный соперник. Но наш спорт для молодых, и я был лучше, сказал Цзю-младший после победы. Хорн, к его чести, также не скупился на похвалы недавнему сопернику и признал, что австралийская корона бокса снова ушла в семью Цзю. Он настоящий чемпион. Это легенда. Надеюсь, что сейчас вся Австралия будет поддерживать его. Теперь он номер один в нашей Австралии. До этого он не был таковым. Да, он говорил, что он лучший. Но именно сегодня он завоевал этот статус. Он может пронести флаг Австралии с гордостью, отметил Джефф. Перед боем с Хорном Цзю-младший занимал пятое место в рейтинге по версии ПФ и наверняка улучшит свои позиции. Чемпионом мира по линии ПФ является Джейсон Росария, он же владеет поясом по версии УБА. Обладателем пояса по версии УБА является Патрик Тишейра. Пожалуй, самый опасный чемпион мира в этой весовой категории – Джермел Чирла, который удерживает пояс УБЦ и только с ним Тиму встречаться еще рано. С остальными чемпионами Цзю вполне может потягаться уже сейчас. Впрочем, до титульных встреч ему, скорее всего, придется провести еще парочку поединков. И, конечно же, мы не могли пройти мимо реакции отца Тима Цзю. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю сначала разместил полные теплоты пост в Инстаграме, а затем дал небольшой комментарий чемпионату. До сына еще не дозвонился. Эмоции переполняют. Очень тяжело было смотреть. Но та работа, которая была проведена, стоит того. Тимушка является гражданином России. Он выступает и за нас, и за Австралию. Прежде всего Тим представляет самого себя. Фраза про то, что его зовут Тим, а не сын. Очень здорово, хочу, чтобы такое было. Все здорово, сказал легендарный спортсмен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!